В чудо надо просто верить. Все чудо и во всем Господь – это слова писателя Владимира Крупина. Далеко не все в нашем мире можно объяснить наукой. Воскрешение Лазаря, умножение хлебов, а сколько чудес происходит в наши дни по милости Господа. Об этом мы сегодня вновь поговорим в программе «Простые чудеса». Главное чудо – преображение человека, владыка Петерим Творогов, о поиске Бога и чудесах, которые сопровождали его на этом пути. Паралич, проблемы с речью – такими были последствия обширного инсульта у монахини Екатерины Котлеровской. Два года она не выходила из дома, но продолжала исповедоваться и причащаться. Таинство сотворило настоящее чудо. Об этом и многом другом мы узнаем и увидим сегодня в нашей программе «Простые чудеса». У монахини Екатерины Котлеровской в 2018 году случился обширный инсульт. Последствия были очень тяжелыми. Два года она не выходила на улицу, не говорила и не передвигалась самостоятельно. Но, несмотря на все тяготы и лишения, главное оставалось неизменным – таинство, исповеди и причастие. И ее крепкая вера сотворила настоящее чудо. Об этом чуде расскажет наш корреспондент Ольга Шерстобитова в сюжете, который она подготовила для вас. Екатерина Котлеровская, сегодня уже матушка Екатерина, больше 30 лет посвятила Николу Перервенскому монастырю. Отношение к жизни у каждого человека определенное. Кому-то власть, кому-то карьера. А мое – это служение Господу. Вот в этой маленькой иконной лавке матушка Екатерина прослужила 20 лет. Столько лет я здесь. Это мой дом, это мои не просто друзья, это родные люди. Перерва – это вообще место чудное. Однажды, еще будучи послушницей, она убиралась после службы в храме. И вдруг услышала странные звуки. Это было в 12 часов ночи. Я подошла к дверям храма, прислушалась, поет. Это такое пение было, вы просто себе не можете представить. Я просто не дышала. И в этот момент Екатерина поняла, какое чудо произошло и чье на самом деле это было пение. Так Господь благословил, чтобы мне услышать, чтобы моя вера укрепилась. Вот чтобы она подпитывалась, Господь дает вот эти чудеса. Когда матушка Екатерина трудилась в иконной лавке, то в выходные часто брала с собой внука, чтобы вечером вместе пойти на службу. Ромка полез включать свет. Он схватился за коробку, где петли, а я спиной. Я стала закрывать. Чувствую, что она не закрывается. И вдруг я услышу душераздирающий вопль. Когда я обернулась, четыре пальчика были сломаны. Даже сейчас, рассказывая эту историю, спустя много лет матушка Екатерина еле сдерживает слезы. Я рухнула на стул, схватила его к себе. А когда была на помазание, меня батюшка помазание так обидно помазала, что у меня аж здесь все масло капало. Я начала молиться Матери Божией, с себя снимает масло, смазываю ему ручку. И когда я вышла из этого состояния, смотрю, а у него абсолютно здоровая рука. Снова чудо, которое для матушки Екатерины было одновременно и таким сверхъестественным, и таким очевидным. Я вообще в храме выросла. У меня мама была верующий человек. Я еще читать не умела. Она писал, теперь уже читала. Она ходила в церковь даже в советское время. И при этом вела обычную жизнь. Чем я только не занималась. И гимнастика, и легкой атлетикой, и теннис, и стрельба, карате. Я всем занималась. А в 90-е, когда Николу Перервинскому монастырю вернули территорию, в советское время здесь был завод с танкоконструкцией, она пришла сюда. У меня было такое желание идти в храм, что мне ничего не нужно было. С отцом Владимира матушку Екатерину связывает многолетняя дружба. В 1991-м, когда его назначили настоятелем Никольского собора Николоперервинского монастыря, Екатерина была в числе первых прихожан, которые помогали восстанавливать обитель. Я всегда был спокоен. Лавка у нас была в надежных руках, и да, слава Богу. На его глазах она проходила путь от послушницы до инокини. Приняла постры к 2002-м, имея счастливую семью, детей, внуков. Господь призывает разными путями человека. Один идет тернием, идет, ищет, спотыкается, падает, шишки набивает, потом встает, опять дальше идет. Кто-то получает от родителей. Это тоже чудо. Жизнь как чудо. Отец Владимир был не только свидетелем, но и участником еще одного чуда в ее жизни. Пять лет назад на долю матушки Екатерины выпало непростое испытание – инсульт. Она не разговаривала почти два года, не ходила. У нее отнялась правая сторона. Неизменным в ее жизни остались только две вещи – молитва и причастие. Я считаю, что это самое первое лекарство, которое меня подняло. Причастие святых христовых тайн – это жизнь. Это самое главное, что может быть на этом свете. Постепенно к матушке Екатерине начала возвращаться речь – двигательная способность. Чудо, что матушка на колясочке ее так привозили. И трудно было ей ходить с ходунками. А теперь вот она, видите, как уже на ножках и приходит сама. Всегда заходит в свою любимую лавку и, как обычно в конце дня, спешит в храм на службу. Сегодня у нас в гостях в студии программы «Простые чудеса» епископ Скопинский и Шацкий, владыка Петерин. Владыка, здравствуйте. Добрый день. Мы ждали вас, очень ждали. Я знаю, как вы через пробки добирались до нас. Но все получилось, слава богу. Здесь в студии сегодня. Очень интересно, конечно, с вами поговорить о вашем пути. Не только к Богу, но и к служению. Потому что я знаю, что он тоже такой был непростой. Вот расскажите для начала, кто вас привел к тому, что вы стали священником? Вот как раз это было и что-то самое главное в моей жизни, как я пришел к Богу. Мне приснился сон, такой болото резиновое. И из него пытаются вылезти много людей, прямо лица, 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 обтянутые зеленой резиной. Причем искаженные от боли, от страданий. И вот они оттуда не могут вылезти, потому что это резиновое болото. И я понимаю, что среди них я, вот мой одно из этих лиц, и я тоже там же. Я понял, что все, надо оттуда вылезти. Несмотря на то, что я родился и вырос в Сергиево-Пасаде, да, в Загорске. И в Троицергиево-Лавру каждый день мы мальчишками бегали. Я не был верующим человеком, потому что семья была неверующая. Как всегда, нас покрестили в Ильинской церкви. Причем там единственная церковь была, в которой крестили. Ну и никаких знаний, ничего у нас не было о Вере, о Лавре. А мне нужно было встретить удивительного человека в своей жизни, мне кажется, это тоже чудо, пустынника, который прожил в горах Кавказа 20 лет. А как звали его? Иеромонах говорил Крылов, у которого тоже многое, что связано было с Троицергиево-Лаврой. Он учился в московской духовной семинарии, потом был лавровским монахом. А потом, уже 20 лет, он прожил, как я говорил, на горах Кавказа. И у него был случай интересный. У них там в горах, когда они переходят через какие-то перевалы, зимой особенно, там бросуется наст, и там один неосторожный шаг, и это смерть. Ты просто летишь как с горки, катишься, и все. И вот с ним такое произошло. Он оступился, полетел вниз, почему вниз головой, успел только сказать, Господи, помил, и перевернулся в последний момент, и об камень ударился ногой. Сломал ногу, потом три дня полз до кельи ближайшего пустынника, сапог полной крови был. Потом эта нога у него кое-как срослась, но ходить он не мог толком. Тогда там был совет вот этих пустынников, что с ним делать, и отправили в Москву лечиться. И вот таким образом батюшка после 20 лет подвига пустыннического оказался в Москве. И там у него появляются, естественно, духовные чадо. И в самый конец, знаете, он сам был таким, как и называется, поскребышем. Он последний родился в семье своей. И вот мы у него стали поскребышами такими. И когда первый раз я его увидел, когда освещали квартиру моего начальника, приходит такой старчик в золотом подрясничке, вида такого убогого, но какой-то очень благодатный и светлый. Я сначала переживал, думал, мы уже никогда не видели такого. Нам рассказали, что какой-то пустынник. И мне казалось, что они все вымерли. И в каких-то книгах они только находятся в таких вот потеряковых. А тут я живьем сейчас его увижу. А как только увидел, сразу страх прошел. Никакого неловкости не было, ничего. Он осветил квартиру. И потом он хозяину квартиры признавался, что он меня как будто знает и видел, что он со мной знаком. Когда стали выяснять, сколько мне лет, оказалось, что когда он учился в семинарии, мне три года было всего. Естественно, он меня запомнить не мог. Вот ему был такой знак. И мне тоже был знак. И не один, и не два, и не три. Что-то меня потянуло к этому человеку. Потом я к нему пришел на беседу. И потом я захотел на исповедь. Вот Господь уже начал меня как-то вести. Причем как бы даже против моей воли. И вот с этим человеком у меня связано мое воцерковление. Потому что он меня прямо вот взял так вот властно и повел за собой. Мы поехали с ним в горы Кавказа. Ему нужно было... А он же жил в Абхазии. А тогда была война. И они же без фаспортов все вот такие, как вот они были. Это еще в советской. Они все свои фаспорта поджигали. То есть такие были. Граждане неба. То есть здесь они уж никакого гражданства им не нужны были. И вот у нас с моим тоже таким же послушником, как я, знакомым моим Илья. Мы поехали ему келью строить якобы где-то на Красной Поляне. Но ничего мы не построили. А мне все время как-то было страшно, что вот мы сейчас построим келью. И он меня оставит жить в этих горах без всяких средств цивилизации. Я боялся. Вот мы, например, с ним идем где-то там вот ищем место для келья. И там дерево поваленное с корнем. И там образовалась такая нурка под этим корнем. И он говорит, вот какая здесь пещера, как бы хорошо здесь подвязаться. Я думаю, как сейчас он меня благословит в этой пещере остаться на 20 лет, чтобы подвязаться. И все, у меня такой вот староход был. Ну, это такие, знаете, переживания первоначальные. Мне было, кстати, мне было уже 29 лет. То есть я уже не мальчик был, не юноша даже уже. Но, знаете, вот я заметил, когда человек вот цироковляется, он становится ребенком. В каком бы возрасте это ни происходило. Да, да, будьте как-нибудь. То есть вот этот путь, то есть во церковь, это должен пройти самых азов, самых вот младенческих. Нечего этого бояться, стесняться. Иногда некоторые как-то даже в церковь боятся из-за этого ходить. Особенно люди остепененные, ученые какие-то. Как же они вот такие все профессора, тут они не знают ничего, для них это непривычно. Боятся открывать себе ребенка заново. А надо именно вот так вот и подойти, то есть стать ребенком, опять вспомнить это детство и пройти этот путь, в каком бы возрасте тебя Господь не позвал. Вот меня в 29 лет Господь позвал, и батюшке оставалось жить всего три с половиной года. Он меня везде брал, мы с ним везде ездили, в паломничество, в Дивеево. И он рассказывал как раз вот некоторые чудесные случаи своей жизни. Самое яркое чудо было с ним. Он сначала рассказывал это чудо, как будто это было с другим человеком. А потом как-то забыл, что он нам рассказывал, что это с другим человеком. Потом рассказал, что это с ним было. Их там ловила милиция. Потому что они были без паспортов, они считались тунеядцами, там даже с вертолетов их вылавливали. И вот батюшка один раз спустился из келья в Сухуме, они ходили для того, чтобы запостить просто продуктами. Его там выловили, и в таком без документов его посадили в камеру с крысами. И он как-то ночью заснулся, а проснулся от боли. Его крыс укусил в пятку. Он смотрит просто, а их тут море, полча этих крыс. И он начал молиться, неистово, как он умел молиться. И он поднялся на воздух, и всю ночь он пробыл на воздухе молять в молитве. Крыса его не коснулась. И так, как он три ночи был подряд. Потом его выпустили. Тут одно из чудес, о которых он рассказывал. Другое чудо, он тоже рассказывал уже как про себя, там уже не скрыть. Где-то в конце 80-х годов заинтересовалась как раз наша интеллигенция, ученые, мужи верой. И стали проникать некоторые из них туда, в келью пустынь. И был такой рабожий Михаил, доктор наук, физик. Вот. Он был у батюшки в келье не один раз. И он решил своим коллегам показать диво дивное. Анахарета, который прожил в горах Кавказа 20 лет. Он позвал своих коллег, ученых, профессоров, докторов, кандидатов, там, может, даже академиков, физиков всех. Посмотреть на батюшку. И батюшку позвал, подловил. Вот так вот батюшка нам рассказывал. И он, а батюшку в таком-то виде пришел, как вот он есть, такой, знаете, вот худенький, с жиденькой бородочкой, такой скромной. У него три класса семинарий и машиностроительный техникум. Все, вот все его образование. Вот. И пришли эти мужи, мудрые ученые. И вот что его спасло в первый момент, их обыкновение общаться друг с другом. То есть на него пока внимания не обратили, но как-то, может, еще и постигать. И они какое-то время задавали вопросы сами себе, и на них же отвечали. Пошел ученый такой разговор академический. И вот батюшка слушает и молится, Господи, помоги мне, я не понимаю даже, о чем они говорят. Я попал в такую ситуацию, как не посрави меня. Помоги, я помолился, конечно, плавненно. А потом они вспомнили, ради чего они здесь собрались, обратили внимание на батюшку и задали ему вопрос какой-то. И батюшка говорит, вдруг перед ним появляется книга, а он ее видит, а не ее нет. И там крупно написан текст, потому что у батюшки были больные глаза, ему нужно было крупно. И вот я, говорит, прочитываю одну страницу, вторую, потом она сама переворачивается, и я читаю текст крупно написанный. Прочитал, говорит, до конца книга, и пропал. Сидят эти ученые мужи и говорят, батюшка, а вы, говорит, где учились? Какое у вас образование? Ну, говорит, что такие вопросы так отвечают. То есть он им все ответил, ну, Господь меня, говорит, сделал так, что я все забыл, чтобы я не гордился, что в этой книге было написано. А потом мы были у этого Михаила ученого, у него, он на ВДНХ, по-моему, где-то жил, сейчас он тоже скончался, уже почел. Вот он нам подтвердил этот случай. И потом я уже, когда был ректор Московской Духовной Академии, мне приходил познакомиться с человеком, который был на этой встрече, он мне тоже подтвердил вот это чудо, про которое батюшка рассказал. Действительно удивительное чудо нашего времени уже, просто потрясающее, которое говорит о том, что вот Господь своему верному слуге даст все. Не думайте, что вы будете отвечать, да? Молитесь только, и Дух Святой вам даст, что вы будете говорить. Вот так вот он как-то не посрамил своего избранника. Это вот тогда проявление любви Господа к чаду своему, который действительно в такую ситуацию попал, сложный, его Господь вывел. Вообще то, что вы рассказываете даже сейчас, я честно скажу, что я впервые слышу об этих пустынях, которые в советские времена, в тяжелейшей ситуации, когда и гонения были, и без паспорта вообще жить невозможно было. И вот то, что вы рассказываете, подтверждение тому. Интересно, как они осмеливались, как они могли это, как они чувствовали силу эти 20 лет прожить в горах. Мы сейчас на фон приезжаем, видим эти кельи, но понимаем, что там кельи, это условное название, это не кельи, это домики, там есть люди, которые вокруг тебя помогают. Если там есть старец, то вокруг него уже образуется такая небольшая коммуна, помогает ему, прислуживает и так далее. Ну, там не страшно на фоне. Там есть, там недалеко, вот тебе, пожалуйста, какие-то монастыри, которые всегда придут на помощь. А здесь засыпало снегом человека, и он всю зиму, засыпанный снегом, там один молится. Причем засыпал снег так, что они там даже прорывали такие, знаете, как вот траншеи, сверху клали доски. Тоннели, да? Какие-то, да, их засыпало снегом, вот по таким тоннелям он там передвигался. Вот смотрите, как интересно, да, вот мы говорили там, что много чудес было в первенствующей церкви. Для чего? Для того, чтобы обратить огромное число людей в эту церковь. Люди были достаточно летимы тогда, неграмотные, необразованные. Да, много чудес бывает человек, когда он приходит к Богу. Вот этот первоначальный момент, то есть когда действует призывающая благодать или вот первоначальная благодать, укрепляющая еще, потому что человек, он еще у него маловерный, ему нужны чудеса, ему нужно подтверждение того, что Бог есть, что он чудотворец, что он законодатель, что он сам установил эти законы, он же может их и нарушать. Это поражает его опять. И человек укрепляется в вере, да, а потом уже чудеса не нужны. У меня был интересный опыт, когда первая моя кафедра была, Душампинско-Таджикистанская, я когда приехал в Душанбе, с чем я там столкнулся, туда приходят и мусульмане тоже к нам в храм. Причем интересно, что их присылают туда часто сами мулы. И самое удивительное, что вот почти всем им Бог помогает. С ними почти каждый раз, когда они приходят, с ними происходит чудо. Вот как раз перед моим приездом, по-моему, в 12-м году, как раз, или, может, в 11-м, я в 12-м году приехал в Душанбе, привозили икону Блаженной Матроны с частичкой мощей в Душанбе. А до этого как раз пошла передача по телевидению, там тоже они смотрят российское телевидение. То есть как раз информация прошла о Блаженной Матроне передачи, и тут рук иконы появляется в Душанбе. И выставились такие вот огромные очереди, как в Москве. Ну, может, не такие, но похоже тоже. То есть после такого не было. Таджики, мусульмане пошли к иконе. И было масса чудес. То есть исцеления были, какие-то все, что они просили, какие-то нужды, все. И все поразились. А наши приходят, православные прихожане, у них нет. Есть, но мало очень. В связи с тем, сколько у таджиков было. Они потом ко мне... И потом, когда просто уже приходили, мусульмане молились, как ни придет, у них все сразу получается молиться. Наши приходят, молимся. Мы молимся, 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 молимся. Ничего, Бог нам не помогает. Почему Бог мусульманам помогает, а нам нет? Я говорю, ну, вы же уже давно приходите и молитесь, вы верующие. Потому что вопрос этот задаете. Поэтому так. Я говорю, вам зачем чудо? Здесь есть сомнения. Зачем вам чудо? Вы и так уже в православной вере находите. В ужасной вере находите. А им Господь показывает, где истинная вера. Поэтому и чудо. Поэтому вот показано. Вот пришел в Тавровскую церковь, ходил в мечеть, ходил к муляк своему. Он тебя сам сюда отправил. Вот тебе здесь сразу помощь, чтобы они сюда приходили, чтобы у них это откладывалось. А вы в истинной церкви. Что вам еще надо? Молитесь. Вы что хотите, чтобы болезней не было? Или скорбей не было? А чем мы спасаемся? Болезнями, скорбями. Какие надо скорби? Господь от вас уберет. Или болезни. А тут наоборот, если мы не хотим быть ревностными христианами, ну, как мы будем спасаться? Болезнями да скорбями. Господь все равно всех хочет спасти. И вот так как-то объяснял, и мы... Ну, надо было объяснять, потому что как действительно получается, что Сульману Бог помогает, а нашим православным нет. Было очень интересное у меня тоже чудо. Как раз привезли иконку мне. Причем обычную такую печатную икону, но с частичкой мощи святителя Луки, воина Исенецкого. А ко мне... Я тоже еще был где-то месяца два, я в Душанбе еще недолго, еще прихожан своих не знал толком. И ко мне приходит бабушка одна, вот плачет, говорит, я, говорит, вот у меня онкология, мне вот сейчас в больницу ложится, вот ты-ка благословите меня. А у меня эта иконка еще в кабинете стояла, я даже еще в храм не выносил ее. Ну, говорю, вот. Смотрите, у меня сейчас иконка есть. Вот, святитель Луки, и как раз вот по теме, какая вам нужна. Вот, помолитесь, приложитесь, я вас благословлю, все, и идите спокойно в больницу, на операцию или куда там она шла. Все, и забыл я про нее. Приходит эта бабушка, через два с половиной месяца плачет, руки мне целует, чуть ли не в ноги просто. Я говорю, что такое? У меня, говорит, чудо произошло. Я говорю, что за чудо? Я, говорит, пришла в больницу. Врач там туркмен был. Вот. А у нее опухоль на животе где-то. Вот. И он ей говорит, ой, давай прям тебя в процедуру, сейчас тебе пункцию возьмем, это самое, все там какое-то. И, говорит, вдруг он начал, хотел уже скальпелем резать ее. И вдруг у нее, это самое, руку свело, он не может. И он, как в рентгене, видит ее внутренние органы. Вот, это самое. И закричал, это Бог, Бог есть. То есть у нее, понимаете, это не опухоль была, а это уже растворилась брюшина, и там уже вывалились это самое, внутренности. Если бы он сейчас резал, у нее бы сейчас все, то есть было бы там, ну, очень опасно было бы. И он остановился. Потом ей сделали операцию уже, как положено, с учетом этого. Вот. Она говорит, вот, как светить лукапом. Она ему рассказала, этому туркмену. Она подарила, я ей передал книжку для него. Вот. И он теперь, у нее все время иконка теперь. Он сейчас уже в Россию перебрался, куда-то на Дальний Восток работает. Но у него все время в кабинете иконка святителя Луки. Книжку эту он прочитал. И он до сих пор поражен вот этим вот случаем. Вот, расскажите еще, какие-то чудеса у вас в жизни происходили. Вот. В паломнических поездках, связанные с торжеством православия. Вы говорили об этом. С торжеством православия. Знаете, мне какой случай был интересный. Как раз в Диве мы были спать с нашим отцом Гавриилом. Мы, причем, приехали дни за 10, наверное. Мы там жили долго. Никаких условий вообще не было. И вот, наконец-то, уже перед самым преподобным с 31 на 1, с 31 июля на 1 августа в ночь мы ночевали в Канерке. Там скит такой есть, Канерка. Наконец-то в нормальных условиях на кровати, хоть спали они на полу. Вот. И мне вот снится сон. Где-то я как будто в какой-то западной стране на мосту стою. А там внизу, я с моста вижу, идет какой-то, знаете, какой-то фестиваль. Причем такой христианский. Кто-то надет, одет как Божья Матерь, кто-то прям спасителей себя изображает, кто-то там святых каких-то. Вот они идут, веселятся, поют. И прям это. И я стою на этом мосту и Богу молюсь. Говорю, Господи, вот какая вера правильная. Вот. Потому что вот они вроде тоже верят искренне. Веселятся, радуются, поют. Вот. И мы верим. Какая вера правильная. Вот. И вдруг тут на моего вопрошения на небе появляется радуга. В той части неба, где вот они пляшут. То есть вот их, это как Европа, Запад какой-то, вот, если это условно. Появляется радуга, но я почему-то понимаю, что она сдвинулась. Что она сдвинулась. Не на том месте, где она должна быть. Вот это первая радуга. Да вот. Вот здесь радуга. Потом, если это считать за запад, то на юге появляется тоже радуга. Она такая бледная-бледная, еле-еле какая-то. Но тоже радуга. А вот на востоке, если вот туда брать, ничего нет. А восток, я понимаю, что это моё. И я уже в каком-то таком замешательстве думаю, Господи, а нас-то чего? И вдруг вот в этот момент появляется на востоке яркая-яркая радуга и ровно на том месте, где она должна быть. И тут я возликовал, то есть мне ответ. Я как-то проснулся, батюшки, кажется, мы едем на службу уже на литургию преподобного Серафима. Я рассказываю этот сон. Вы же знаете, как мы православные относятся к снам? Да. Причём я уже к тому времени тоже знал, как так ровко. Давайте вот нашим зрителям ещё раз объясним, как надо относиться. Ну, как не доверяться снам. То есть, ну, как-то не принимать, ну, не отвергать, ну, и не принимать. То есть нужно очень осторожно, потому что с нами может обольстить лукавые. Задумываться, но не верить. Да, да. Ну, вот я, батюшки, рассказывают сон, думаю, вот батюшка, он говорит, брат Константин, тебе прям приснилось тот же стоправославие. Он мне говорит, мы приезжаем в собор в Троицкий, а там был такой удивительный священник, я его тоже очень любил, он прям сразу выделялся. Это дед Владимир Шиткин. Вот, он тоже скончался, это самое. Вот. И вот к нему, к нему все подбегли, причём он прям стремительно бегал по храму вот так вот, когда он куда-то, он такой очень был энергичный. Вот. И все к нему, батюшка, был садить, батюшка благословить, я тоже батюшку благословить к нему. Это сам подхожу, вот так голову наклонил, он мне вот так вот, это поднял меня вот так вот, глаза смотрит, торжество православия, и палубу ударил, и дальше побежал. Все к нему. Батюшка, батюшка, меня ударите, меня ударите. Я стою такой, знаете, Вот тут такое подтверждение, что солнце все-таки отгул. Совершенно не случайно, да. И вот все-таки у нас, да, наша восточная православная церковь, это вот истинная церковь, которая не сдвинулась ни на йоту. Очень интересный рассказ, вот как отец говорил, увидел лик Христа. Да, это у него было там в пустыне. У них подвижники, они доходят в своем совершенствовании до такой фазы развития, когда им кажется, что Бог где-то, чувствуют благоставленность. Вот как Господь наш Иисус Христос на кресте возопил, а Господи, Господи, скуй ты оставил меня, да. Вот так же и подвижник, когда он продвигается по лестнице добродетели к Богу, он ходит в так называемую божественным мраком, как Господь это сам окружен, да, в таком же. И вот этот божественный мрак, это ощущение благоставленности. Почему преподобный Серафим Саровский тысячи дней и тысячи ночей стоял на камне? Вот это у него было. То есть это на тебя шквал хулиных мыслей, просто невообразимый. И бороться с этим очень сложно. Причем это непрекращающаяся брань, которая изматывает его. То же самое произошло с отцом Гавриилом. Он говорит, просто вот много месяцев у тебя продолжается эта мысль, ты не спать не можешь, не молиться не можешь, ты в жутко унылом состоянии и ничего не помогает вообще. Не проходит это и не отступает. Потом говорит, я уже изнемог, я уже руки опустил, все, я уже готов был почти что сдаться, потому что уже сил не было. И вдруг вот этот последний момент, когда уже нет сил терпеть, когда кажется, что уже Бога нет и уже бесполезно к нему кричать, вдруг появляется лик Христа. И движется так вот по кругу. Причем это длилось всего несколько секунд. Но он говорит, описать это невозможно, какой у него взгляд. Это какой-то добродушие, любовь, какая-то нежность. То есть нет в языке человеческом слов, чтобы это описать. И вот он говорит, смотри, вот так вот посмотрел, несколько секунд всего на него и исчез. И все, у него сразу все пропало. Вся вот этот вот весь этот мрак, все наполнило сердце благодатью и все отступило. Вот такой удивительный тоже случай, батюшка рассказывал, который произошел с ним там в пустыне. Такой самый трудный момент его жизни, самый тяжелый. Вы, Владыка, часто бываете на Донбассе. И однажды вы сказали такую фразу удивительную. «Эстафету святости приняли наши воины». Вот как бы вы могли бы объяснить? Вы знаете, мы сами были поражены. Мы когда ехали туда, ну как-то боялись ехать даже. Ну как-то не боялись, а как-то переживали. Да, как мы этих воинов встретим? А причем мы попали в самый прям пик. Когда сражение было под Бахмутом, Бахмут брали. И вот мы приходим в этот луганский госпиталь, они без рук, без ног, окровавленные, все перебинтованные, в голову тоже раненые. Прямо вот самое... Огромное количество их там. И мы когда туда пришли, и знаете, вот все эти страхи тут же пропали. Они настолько дружелюбные, они настолько рады, во-первых, что они выжили. Неверующих среди них вообще нет. Все верующие. Вот они нас такой любовью приняли, и то, что, во-первых, что мы их поймали... Мы сразу начали... Мы вас приехали поддержать. Вот с великой... Со всей вот России, с глубинки самой. С великой России. Привезли вам помощь, все. Чтобы только вот вы не чувствовали, что вы оставлены. Мы все с вами. В общем, как так начали их укреплять, исповедовать? Еще важно было как? Чтобы каждому уделить внимание. Я поэтому брал с собой несколько священников. И вот мы туда заходили, и мы по 10 часов исповедовали, исповедовали, причащали, крестили, исповедовали опять. Вот. И прям... Вы знаете, вот мы... Случай, чтобы человек вот пришел к Богу, вот как я рассказал, как я приходил к Богу, да, чтобы у тебя все перевернулось, чтобы у тебя открылось небо. Это бывает редко даже в священческой практике. Не так часто. Эти случаи для нас мы по пальцам можем пересчитать. А тут они все практически. Вот настолько здесь все сконцентрировано, что у тебя почти все эти бойцы... Вот он еще был неверующий или маловерующий, там, как, ну, они признают Бога. А чтобы его почувствовать вот так вот благодатно, там-то они в страхе, страх смерти. Сейчас убьют, выжил там, помолился, кричал. А тут у тебя просто наполняется вот этот тихий мир. Приходит на сердце, у тебя все успокаивается, они начинают плакать, эти воины, они настоящие воины, они прям герои, которые нам говорили. А он превращается опять же в этого ребенка, и он плачет. Прямо приходишь ты вот в палату, да, кто-то там иногда с таким сарказмом, кто-то с эроник, кто-то начинает шутить, там, вот так вот. Потом начинаешь его исповедовать, оставляешь его, вот, вот, билетрахи снимаешь, сидишь, жди причастие. Он сидит такой вот потрясенный, ошарашенный, потом приходишь его причать, а он весь в слезах. Потом был один, вообще смеялся, такой был, знаете, это ироничный очень воин. Это, правда, не я его исповедовал, а батюшка мой. Вот. И он тоже это... Я причем проповедь говорил, и он так всю проповедь так смотрел, кстати, знаете, этим самым, с прищуром так. Ну да, говори, говори, говори. И потом этот батюшка его исповедует, и это тоже как-то, ну, в таком, казалось бы, напряжении, да, а прочитал разрешительную молитву, а тот на коленях стоит, согласился исповедоваться хотя бы. И стоит минуту, стоит две, батюшка как-то понял, что, ну, как не надо нарушать. А его тоже коснулось, прямо вот в этот момент, когда разрешительную молитву читали, благодать. Потом отнимает, приходит, и тоже плачет, и стоит этот воин. И вот это, вот это видеть, вот это, это мы потом, ко мне все просят, теперь, владыка, к воитель, нас возьмите, нас возьмите, меня возьмите. И вот я беру священников, они все просто потрясены, все хотят опять ехать, опять вот это вот, почувствовать эту настоящую пасторскую работу. Но работа нехорошее слово, свое тут служение. Служение, да. Да. Вы знаете, я очень хорошо вас понимаю, потому что ровно такие же ощущения всегда, когда там бываешь, когда возвращаешься. И мы были в этом, в Луганском госпитале, о котором вы говорите, ровно вот в тот момент, перед Новым годом, и вот эти же, вот эти же ребята, вы говорите, я их по лицам помню. И мы тоже пришли к ним, а нам вроде как, что мы там концерт делали, пришли к ним, что-то передали какие-то медикаменты, а у нас остались детские подарки, потому что мы в Луганске детей поздравляли. Я говорю, давайте детские подарки мы отдадим. Он говорит, ну как-то воины. Я говорю, да они как дети, они когда вот увидели, как они радуются детским подарком в Новогоднем. Вот каждый подошел, взял и вот так этот подарок, как детский. Особенно письма эти детские, потому что они прям плачут. Мы детские, да, передавали. Это действительно так. И ощущение, что ты побывал в паломничестве поездки, реально. Вот реально. То же такое же у вас ощущение. И вот все люди, кто так вот, с такими ощущениями лоедет и возвращается, они вот как раз и говорят, такое ощущение, как паломничество. Действительно, как на фон съездил. Ну да, но это же опять вот какая вера. То есть, если вот горчичного семени, она может вырасти в дерево, под которым потом будут спасаться от зноя вот этой жизни нашей, да, которая без любви, вот, палящего. Множество-множество людей. А знаете, вот я еще хотел, вот про госпиталь-то, вот мы говорили, тоже чудо, но чудо не христианское. Мы когда вот их исповедовали, ко мне один раз подошел буддист, подсел, он увидел во мне коллегу. Вот. И он говорит, а я, говорит, буддист. А я, говорит, почему шаман? Я, говорю, вот все. И у меня, говорит, такие духи сильные мне помогают. Мне, говорит, другие шаманы завидуют. Ой. И так я вздохнул, я говорю, а он говорит, а вот скажите мне, откуда у меня вот эти вот дары? Я, говорит, вот знаю, когда кого убьют. Начинается там бой или сражение там какое-то, да, у нас. Я, говорит, знаю, вот это, вот это, вот это убьют. Потом, говорит, вот едем мы там в бронетранспортере. Я знаю, что сейчас, вот через несколько секунд такой горделивый так сидит. Я говорю, ну откуда? От твоих, говорю, духов или бесов, говорю, которые как-то называешься. Ты, говорю, вот от того, что ты это знаешь. Ну страшные же вещи. Чувства страшные вещи. Да. Ты, говорю, вот от того, что ты это знаешь, ты можешь изменить или как повлиять на ситуацию польза какая-то есть от твоих знаний? Можешь это повлиять на это? Говорит, нет. Я говорю, ну, за что бы толку тогда твоего знания? Я говорю, давайте сейчас покрещу. Я говорю, все, у тебя сразу пройдет. Нет, нет, не надо. Им нужно вот то, что им духи повинуются, что вот они какую-то власть имеют. Вот такой случай был тоже интересный. И тоже вот опять различие чудес. Вот наше знание, то, что нам Господь дает дары какие-то, они всегда на пользу. Они всегда имеют какое-то позитивное значение. А вот эти вот бесовские, ну, знает он, ну, что толку-то? Кого ты спас со своим знаниям? Нет. Как-то ты эту ситуацию предотвратил, чтобы этот человек не погиб или снаряд не прилетел? И сказали, давайте быстрее проедем, чтобы сюда снаряд, как у нас бывают чудеса на войне, да? Вот заранее знают, убегаем с этого места, все, спаслись. А этот нет. Вы чудотворную икону приводите в Донбасс. Расскажите про это. Кстати, тоже был интересный случай с ней. Это у нас икона спас нерукотворного, очень красивая икона, новописанная икона. И вот когда началось СВО, мы стали каждый день перед ней служить молебны. В Георгиевском храме города Скопина. Вот это молебен на победе, молитва, который читается у нас за литургией. И по воскресеньям соборным и служим. Священники собираются после службы, которые в Благочине и по другим Благочиням там тоже в своих храмах. А здесь вот мы в этом Георгиевском храме этой иконой молимся. Я вот в одной из поездок решил эту икону взять с собой, чтобы там тоже, там же, видишь, символ даже вот этой нашей спецоперации, да? Икона спас нерукотворного. На знаменах, на стягах она у них. А тут у нас писанная на доске большая, такая очень красивая. И мы в Лисичанске служили службу к ЛТИКО. И потом с отцом Петром он говорит, поехали, тут нужно, есть такое где-то МПЗ, нам туда нужно отвезти видеокамеру бойцам нашим. То есть, ну, и там какой-то... И вот так вот, да поехали с этой иконы, там, говорю, молитвен отслужим. И мы едем от Лисичанска к МПЗ, а там все горит. Горит и взрывы. То есть там обстрел прямо идет. Я говорю, отец Петра, а мы прямо вон туда едем? Он говорит, ну да. Я говорю, да? И вот все там как-то. И с нами едет местная девушка. Такая здесь очень современная, с дредами какие-то у них туда вплитанные какие-то ленточки. Совершенно невозмутимая. Абсолютно невозмутимая. Я в таком напряжении еду. Причем, чем ближе мы туда подъезжаем, тем страшнее, потому что взрывы. Увидеть, что горит две цистерны какие-то, где было топливо. Они уже пустые, но там чуть-чуть топливо было. Горят прям таким черным пламенем, вот черным дымом. Он такой идет, валит оттуда. Мы куда-то там въезжаем под какими-то деревьями, потому что наше было скрыто на этой машине нашей. Я вытаскиваю икону, и вдруг нам... А сначала мы посылаем там одного человека туда в бункер к бойцам. Отец Петр говорит, пойди посмотри, там они или нет вообще на месте, а мы сейчас это самое выйдем. И такое чувство у всех напряжения сильное. Вот. Этот побежал, один человек на разведку, и вдруг нам оттуда кричат где-то минуту через две. Бегите, бегите. Я хвалю эту икону, уберу, отец Петр у меня эту икону выхватывает зачем-то, и бежим. Оказывается, над нами висел дрон. Прямо вот над нами. И нам говорят, бегите, бегите, быстрее. Ну и бежим. Прибежали в бункер, там сидят наши бойцы, они просто, говорит, вогонь дают. Нам офицеры боятся, а тут, говорит, попы, несутся, иконы. И знаете, ключевая фраза, нас поддержать. Они это очень оценили, что мы прибыли туда, мы потом молебень там совершили, потом к ним, кстати, генерал тоже в это же время приехал, тоже так же подострел очень такой настоящий боевой генерал. Мы с ним познакомились, все там пообщались. Ну и назад уже, причем мы сидим, они говорят, вот над нами сейчас грады. Прямо вот над нами, говорит, ну вот здесь у нас такой бункер, что как бы наград до нас не достает. Ну и вот икона таким образом нас как бы оберегла. То есть мы не пострадали, потому что опасность была такая действительно большая, вот именно с этим дроном. Я не знаю, разведчик он был, или что-то нам было там на нем. Но хорошо, мы как бы про это не знали. А потом, знаете, то есть вот я понял, что у тебя организм в таких стрессовых ситуациях, страшных очень, реагирует помимо тебя. Я вроде как бежал, не боялся. Мобилизация происходит. Да, я как-то боялся за икону. Но в то же время такое всеобщее напряжение вокруг. Я потом прихожу в этот бункер, чувствую, у меня голова кружится, я сейчас как барышня потеряю сознание. Ну вот только вот этого мне сейчас не хватало. Он сейчас опозорится перед бойцами. Я так взял себя в руки, так-так, тих, спокойно. Говорю, в общем, реакция организма от меня независящая. То есть вот что-то от этого стресса, который очень сильный, может потерять сознание. Причем это первый раз было. Выбросы были не очень сильные. А девушка вот эта вообще невозмутимая. То есть она даже глазом не моргнула, у нее вообще не было. Она уже не первый раз под обстрелом, они уже привычные. А ты когда первый раз под обстрелом находишься, конечно, страшно бывает. Но очень это важно для них, для бойцов. То есть они как-то понимают, что вот это наш ладык, теперь они меня называют. То есть как бы что-то... Хотя я не специально. Я не геройствовал. И как специально мы туда не ехали, это случайно так получилось. Вот что мы попали под обстрел. Мы задаем вопрос здесь традиционный, ладыка. Ответьте, пожалуйста, на него. Что для вас чудо? Самое главное для меня чудо это воскрешение души человеческой. Когда вот может совсем как-то погибшая душа, как вот, например, в Марии Египетской, вдруг вот происходит вот это вот удивительным образом, вот это вот возрождение ее какое-то... Так господи, что это преображение. Преображение потом. А сначала просто вот она была мертва, вдруг, как вот блудный сын, да? Он был мертв и ожил. И вот это вот самое удивительное чудо, на котором, может быть, оно не такое эффектное, да? Но оно, это важнее воскрешение мертвого, мертвого. Когда человек воскресает душой. Воскрешение души, это очень важное, вы заметили, очень важное чудо, действительно. Самое главное. Да, наверное, действительно самое главное. Ради чего спаситель приходил в этот мир. Спасибо вам большое, Ладыка, за этот разговор. Спасибо. Рани Господь вас. Спасибо Господи. А мы продолжаем нашу программу. У сына Надежды Ветровой стремительно ухудшались слух и речь. Врачи не могли установить точную причину и поставить диагноз. Семья обращалась во многие медицинские центры, но все тщетно. Узнать подробности этой истории вы можете, посмотрев сюжет, который подготовили наши корреспонденты. У Станислава Ветрова с детства есть мечта – спеть песню, сыграть самому на гитаре для мамы. Но еще недавно казалось, что с его врожденным диагнозом это неосуществимо. Мы никак не могли понять, почему он плохо выговаривает слова. Ходили по разным врачам, ездили в Москве, даже в институт, но ничего не делали нам уколы с ним, в том плане, что вот все думали, что какое-то нервно-психическое вот такое отклонение. К шести годам стало понятно, что у Станислава проблемы со слухом, которые также повлияли на развитие речи. Он не мог говорить, произносил только отдельные звуки. Вообще ставили ему на одно ухо вообще четвертую степень, на второе ухо третья степень, тугоухость. Станиславу купили слуховой аппарат. Начали лечение, но оно не помогало. Ни слух, ни речь не развивались. Тяжело давалось и учебу. Мальчик не мог понять смысл текста. Предложение приходилось перечитывать по несколько раз, а вслух и вовсе не мог читать. Речевой аппарат будто бы совсем не слушался. До 9 класса было очень тяжело читать книги, которые были очень тяжело для меня. Вы знаете, до этого очень редко я ходила в храм, вот, и посещала праздники, но как бы никак сейчас, вот. И мы с ребенком начали посещать вот этот наш храм Петра и Павла. Стали молиться. Болезнь привела Надежду сыном к вере. Она начала изучать духовную литературу, ездить по святым местам, молиться о здравии мальчика. Помощи, кроме как Господа, больше ниоткуда, ниоткуда взять помощи. Только обращаясь к Нему, можно быть услышанным. И Господь, Он вот, знаете, вот, я даже не знаю, как это передать, вот учусь доверять Господу. И учусь доверять свою жизнь, свою жизнь своих детей. Надежде запомнилось, как в паломнической поездке в Дивееве мальчик послушно стоял все длинные службы. Ходил по канавке Богородицы и молился. По приезду сам попросил маму, чтобы отвела его в воскресную школу. А вскоре Станислав начал помогать в алтаре. Когда я был маленьким, мне разрешали читать записки, подавать кадилы. Каждый день Надежда и Станислав проживали в труде. Молились, учились, ездили по врачам. Мальчик продолжал помогать в алтаре. Надежда особенно горячо просила помощи перед иконой Казанской Божьей Матери. И вскоре за труд и молитву была дана награда. После девятого класса начались изменения. Слух немного улучшился, но он стал хорошо говорить. То есть практически вот как... Нормальный человек есть, конечно, куда нам стремиться. Вы знаете, у меня была такая радость. И вот у нас здесь есть икона, Казанская икона Божьей Матери. И вот я к ней прям вот прихожу и вот благодарю, что по ее молитвам вот у Станислава идет улучшение. И вот то время, которое он провел в алтаре, пришел к нам мальчиком, можно сказать, не подающим надежды, но это только на взгляд со стороны. Но это чудо не мгновенное. Это чудо, результат его молитвы, его жизни, всей той духовной обстановки в алтаре, в которой он находится, и в усердии его служения в том звании, в котором он был признан. А признан был помогать. Сейчас я занимаюсь, считаю, сальтыр, хожу со свящами, кодилы иногда подаю, и все в Божьей помощи клядывается. Вера и труд сотворили настоящее чудо. Постепенно вернули юноше все то, чего он был лишен с рождения. А мечта Станислава сыграть на гитаре для мамы все же сбылась. Екатерина Подгорная, Роман Волицкий, Антон Корякин, телеканал «Спас». Самое непостижимое чудо – это чудо обращения человеческой души к Богу. Это слова протеерея Иоанна Кречетова. «Победа и умершление своих недобрых склонностей, как бы ни были они незначительны, достойны большей похвалы, чем взятие многих крепостей, чем разгром сильных и хорошо вооруженных полчищ, чем даже творение самих чудес».